При поддержке энергокомпании ДТЭК Как думаете, да, нет? Давайте проверим! Продолжаем, боремся, боремся тоже. Заобщался с жителями города, ведь время идти и знакомиться со второй школой Зеленодольска. И, конечно же, с моим энерджи-партнером. О, а вот, кстати, и она. Маш, привет! Привет! Что делаешь? Я сейчас читаю очень классные переписки со своими одноклассниками и людьми, которыми я занимаюсь по энергоэффективности. А с какой вы школой сотрудничаете? Я Зеленодольска номер два со своими одноклассниками, а со мной работают ученики с Бурштинской номер три. Не было такого, что один говорит, нужно делать крышу, второй говорит, нет, сейчас нужно утеплить стены, и вы там месяц общаетесь, боретесь. Нет, все делаем очень аккуратно и хорошо. В нашем классе есть глава СББ, это очень важная такая постель для нашего класса и для Бурштинского, она отвечает за все. Эта посада очень ответственная, нужно следовать за буквально всем, потому что некоторые дети иногда не встигают сплачевать коммунальные услуги и делают все это в последний момент. Скажи, есть среди вот этих ребят злостные неплательщики? Серебесные? Наш первый пилотный класс, который занял первое место в 2014 году, и вот осталась замена векона в первом поверхности в стабиле. В прошлом году также наша школа посела второе место в этом проекте, поэтому мы надеемся на хорошие результаты и в этом году. А как именно можно повысить этот рейтинг? Долатеки уже в самой игре. Мы можем что-то купить, также за эти деньги мы можем оплатить коммунальные услуги. Цим мы подвищиваем свой рейтинг и рейтинг своего дома. Что это и зачем, собственно, это нужно? Колишний учитель нашей школы конструировал этот прилад. Он сделан для того, чтобы из витра выработал электричную энергию. Ребята, я знаю, что у вас есть конструктор, и он достаточно интересный. Мы ездили в Винницу и привезли этот конструктор. Этот конструктор называется «Альтернативные джерела энергии». Сейчас я тебе покажу один эксперимент. Берем вот эту детальку, вставим ее куда-то. Берем потом наш генератор. Знакайшую энергию. Подключаем. Все. И у нас музыка. Мы... Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Травиль. Заміни технику на сучасну. Не став холодильник поряд з плитою. Заватажуй правильную машину на 100%. И зэкономишь собі кошти на отпуску. Червень. Цей месяц не стоят дуже спокойно дни. Тому ты можешь прийняти дужу замість щоденної ванни. Так ты збережаешь больше, чем 25 литров воды. Почали консервувати? Накривайте посуд кришкой. Збережайте энергию. Привчайте себе та своїх сусідів до того, щоб сортувати сміття. Чистий чайник. Накрив збільшує витрати на 30%. Наливай води на один раз. Жовтень. Пофарбуй батареї у темний колір. Тоді ти збільшиш тепловіддачу на 8%. Жалюзі або короткі штори знизять витрати тепла, яке виходить крізь скло на 8-15%. Найкоротший день у грудь. Не забуваємо вимикати світло, щоб берегти 25% електроенергії. Встанови лічинники, щоб не переплачувати. Бо ми платимо за 350 літрів за добу, а використовуємо лише половину цього. Використовуйте теплі кіломи та прорубайте батареї. Це допоможе вам берегти тепло у вашій квартирі. Купуйте енергоефективні прилади класу А або А+. Квітень. Зміни сантехніку та змішувачі. Це зекономить тобі 350 рівень на рік. Между прочим, все эти советы ребята расположили на вот таких вот удобних календаріках, которые сами і придумали. А їм по 14-16 лет. Ну, кожен із них вже може відбувать свою кандидатуру на пост глави ОСББ своих домов. Ні, ну що, дорогу молодим? Ну, а ваша задача остається прежній. Пишіть коментарі, оставляйте свої лайки, ну і нам потрібно більше просмотров, тому що іменно по їх количеству ми будемо определять победителю. Всем пока і до скорої встречи! Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд!